Сохранить традиционную семью и воспитать подрастающее поколение. Об этом и многом другом сегодня шла речь в кинотеатре «Товарищ». Спикер, уполномоченный по делам религии и национальностей. На противоположном фланге – священнослужители нескольких конфессий. Встреча проходит в формате открытого диалога. Александр Румак отвечает на все вопросы, развернуто и честно. Особый акцент он делает на равноправие по отношению ко всем верующим. Межконфессиональный этнический мир – бренд Беларуси. Но визит не ограничивается рабочим совещанием. Город Бобруйск исторический, многоконфессиональный город. В нем на протяжении многих веков проживают люди, которые принадлежат к различным конфессиям, традиционным конфессиям в нашей стране. И при таком многоконфессиональном многообразии в городе – конфессиональный мир и согласие. Александр Румак лично знакомится с работой каждой из конфессий. Первая остановка – костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Уникальный памятник неоготической архитектуры. Гостя знакомят с интересной и богатой историей обители. Еврейский дворик – следующая локация. На днях музей под открытым небом отметил второй день рождения. В 2019 он принял первых паломников. Посещения исчисляются тысячами. Заглядывают и в синагогу. По поводу посещения, можно здесь, как слово прихожан, это предел 2-2,5 тысяч, если разобрать в единице, скажем так. А если говорить о общей посещаемости, может дойти до 15 тысяч человек в течение года. Это большой акцент на туристов, на лекции, которые здесь проводятся. Центр Покрова встречает делегацию. Здесь помогают семьям, беременным женщинам, детям, инвалидам. Добрые дела всегда поддерживает православная церковь. Стоит отметить, в Бобруйске большое внимание уделяет духовному воспитанию молодежи. В каждом приходе есть своя воскресная школа. Сейчас каникулы, дети отдыхают, но у нас также в церкви есть лагерь, дружба, летний лагерь в районе Каменки под Бобруйском находится, в лесу, в красивом месте. И там у нас несколько смен, примерно 80 детей занимаются. Монастырь святых жен Мироносец. Вниманием обойти, но никак нельзя. Открыт он в самом сердце Бобруйска на территории крепости в 2008. Раньше на этом месте были руины, теперь идет активная застройка. Сейчас все силы брошены на возведение храма святого Александра Невского. Работы приближаются к финалу. Монастырь – это административные и жилые помещения. Здесь же два храма. В будущем обитель превратится в целостный архитектурный ансамбль. В планах создать монашеский корпус, мастерские и духовно-просветительский центр. Завершается визит в Каменке. В здешнем доме-интернате воспитывают постояльцев не только физически, но и духовно. К слову, в нашей стране проживают представители 156 национальностей. В Бобруйске большинство общин православные. Их 28. В масштабах всей области почти 300. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.